Дождь так и моросит понемножечку, прям по капельке. Ее можно сказать, что и нету. А я вышла, жду арбузы. К нам привозят редко, но привозят. Вон газель, ее я жду. Сейчас возьму арбузиков. Не знаю, какая цена на них. Один раз брала, был 25 рублей за килограмм. Ну все, я подошла. По чем у нас сегодня они? По 20. Я вот тут раз брала у нее по 25. Так что давай мне таких не очень больших уж. А дыни не выждать? Дыни нет, у меня свои. Да это супер, Дина. А, супер, какие там супер. Да, ребят, вот. Заходи, заходи. Залазь, да? Ну давай арбуз мне лучше свешай. Вот длинный я ни разу не брала у тебя. Не время? Да. Один тот раз брала хороший, а другой... Хорошее, говорят, хороший. Хороший, ну давай. Я его ни разу не ел. Я в прошлых годы ел. В прошлых годах. Блин, такой арбуз. Блин, берет самый здоровый. Ну, давай такой. Не другой. Доложи, лишь бы он хороший был. Не надо, чтобы был тонкошкурый и сладкий. Он сладкий. Вот, самое главное. Сколько у нас? Ветерный. Кто его знает. Супер. Килорам на 8, небось. Сейчас. Сейчас весим. Это откуда они? Камыши. Камыши. Ну, я же говорю, километров на 8. 9 получается почти. 8-800. Ну, давай еще один. Вот такой длинненький прям вообще, чтобы был. Считавод. Еще какой? Ну, вот такой просто длинный. Вот такой длинный. Да, вот его. Во, смотри. Во, во, во. Как банан. Как банан. Ешь не хочу. Ешь не хочу. Вот он нам постоянно привозит каждый год. Возит бролеров, возит арбузы, дыни. Молодец. Зарабатывает себе на зиму. Да. Все. Сейчас пойду пробу самать. Ой. Что, соврал? Ты что, надо? Надо киловать. 125. Все. Что ж, посмотрим, что я тут у Алика купила. Что за арбуз. Я его тут протерла хорошо. Чистенький. И он у меня. Сейчас его резанем. Буду резать в длину. О, шелкнул. Что тут щелкнуло? Не знаю. Середку не прорезала. Сейчас придется вот так. Вижу, что красный. Опа. Опа-на. Вот такая красота. Даже что-то отварилось. Сейчас я попробую. Сколько килограмм стоит? Сколько килограмм стоит? Килограмм стоит 20 рублей. Ну, как сказать. Сейчас он теплый. Вот я немножко положить в холодильник, чтобы он немножко остыл. Так он сладкий, хороший, тонкошкурый. Семечки у него мелкие. По душе. Одним словом, арбуз я купила. По душе. Тот не знаю, а это хороший. Я тут еще затеялась. Тефтели делаю. Сейчас наделаю тефтель. Рис отвариваю. Работаю с тефтельками. Что-то надо кушать, приготовить. Сын хоть в ночь. Ему с собой надо будет собрать. Буду делать просто. Тушить их не буду. Насыпался черный перец. Соль. И рис добавлю. Две пригорщи. Сейчас вымешу. И на сковородку. И буду жарить, как котлеты. Вот так как-то больше люблю. Налепила таких вот крупляшей. А теперь сейчас я обваляю в сухарях. И на сковородку. Обмакнем их и туда. Нечего с ним чикаться. Делаю такие хорошие, объемные. Большущие. Чуть не влезет она сюда у меня. Лезет. Сейчас накрою крышечкой. Пусть она там томится. Вернее, они. Тефтели. Тефтели. Вот и пригодилась мисточка с крышкой. Красота. Закрыл. И в холодильник. Пока они остынут. А то будут мокрые. Для всех, кому интересно, стелю фольгу. Это для лодыря. Кто не хочет мыть газ каждый день. А то и два раза в день. Застелил. И так видно. Особенно сейчас лет консервации. Заготовки. Не успешно глянты опять намазала. Ну, застелила вновь. Я бы убрала все. Ну, нет. Не понравилось мне. Кто там сбежал, там брызнула. А и тут. Прекрасная вещь. Застелил. Красота. Мыть не надо. Для лодыря, девчонки. Для лодыря. Как я. Тефтельки жарятся, а я тачу арбуз. Не знаю, как вы, а я люблю ей с ложкой. Это, считай. У нас семья маленькая, двое. Так что, это в основном буду кушать я. Достанется мне. А вторую сторону, если Сережка хочет, с этой стороны возьмет. Так что, тачу арбуз. Мне понравился. Вещь, фарш пережаривать не буду. Осталось вот немного. Я его вот в котет и в холодильник. Завтра свеженько, чтобы опять пожарить. Мылю в основном с корочкой такой. Вчерашний не очень вкусный. Жарю свеженькими. Сын уже пробу сама. Это осталось две штуки. Я всего пожарил 10. Так что, нам хватит. Бабе тащить далеко. Да и дождь идет. Не получится ее угостить. Так что, вот, моя друзья. Показала вам видео, чем я занималась. И в теле нажарила. Будем мы делать верникушки с картошкой мятой. А вообще, я люблю взять кусочек клева и пару штук. И не надо мне никакого гарнира. Поэтому я такая толстая, что я без всяких гарниров. Все, всем спасибо. Благодарю, что заходите, смотрите меня. Спасибо большое. Неудобно выключать. Приходится мне уходить. Всем пока. Вот он, карасик. Называется... Кто? Золотый называет его. У нас называется красный карась. Потому что у него перышки красненькие. Ровненький весь. С ладошку. Мы с мужем, когда ездили, не получается ловить его. Он попадается очень мелкий. А этот ровненький. Весь, гляньте, какой хороший. А он ловит баклану. Мало того, еще у него лодка. Ну, как говорится, человек уже занимается рыбалкой. У него все есть. Все, все снасти, все как положено. А не как мы с удочкой хочем наловить тут вам. Не знаю кого. Ну, в общем, вот он какой. Хороший, ровный карасик. Сейчас я его весь вычищу. И пожарю. Сегодня у меня будет рыбный день. Остальное отдам Сергею. Пусть слушает себе пивку. Ой, какой. Прямо жалко. Гляньте, какой ровненький, хороший карасик. Еще живой весь. Он говорит, еще надо заказать. Яр, ну, заказывай. Еще купим. Самому ловить некогда. Да и лодрю он. Не любит он ловить рыбалку. Раз поехал, он тут у нас есть пруд новенький. На щуку. Мужики ловят. Он посидел, походил, походил. Говорит, нет. Ничего не поймал. Яр, да ну тебя сиди дома. Вот такой рыбак. А мы с мужем ловили. Ну, мы ловили белого карася, а я тут красный. Вот такой ровненький. Сейчас буду чистить его. Почищу, помою. Вот такое мне предстоит дело. Расположилась тут на полу, на кухне. Мне нравится дома чистить. Хоть тут и сорно, но ничего. Все потом помоется. На улице был дождь. Не хочу туда. Поэтому здесь вот сейчас почищу ее. Поставил ведро. Там кастрюлю у меня. Работаю я тут, понимаешь. Красного карася вообще давно не ела. Уже не помню. Обычно белый-белый. Такой толстостенный, хороший, жирненький. Отлопался за лето. И на пруду уже не было два года. Где ловили мы. Еще зять приедет. Убежал. Зять приедет. Мы с ним съездим на рыбалку. Половим. Здесь он будет плевать. А то он в прошлый год приезжал сюда. Ездил, а он не плевал. Просидел. Чешуя такая мелкая. Уж неудобно чистить. Еще живой. Вертится. Карков как-то способен чистить. Чешуя большая, а это не сдерешь. Кто-то пока ложкой чистит. Но я ложкой как-то не умею. Ножиком в основном. Тихо-тихо не повдыхайте. Все, дружочек. Брызжет, конечно, чешуя. Но ничего, я потом помою. Все это помоется. Все равно скоро берут генеральную. Картошку выкопаем. И будем все отмывать. Пыль уже такой не будет за лето, которое у нас тут поналетело. Да какая пылища. Прям с полей подымалось, и все сюда к нам, в дома. А жара. Окна открытые. Колод кондиционера у нас нету. Мы живем бедно. Ничего у нас нету. Ни бани нету. Ничего нету. Ну вот. Готов один. Сейчас так вот перечищу я всех. Брызгает хвостом, брызжет. Вот и помыла все. После себя. Чистенько. Осталось теперь только поделить. Сыну и мне. Но это мне. Это тоже мне. Это ему. Тоже ему. Это все ему. И это ему. Вот так вот я и поделю. Я думаю, я по-честному поделила. Это мне пожарить. А здесь он будет сушить. Пусть сушит. А мне вот этого достаточно. Он рыбу не ест. А мне хватит. Семь штук. Сейчас пожарю. И будет мне праздник рыбе. Вот. Вот такая большая. Четыре рыбки на всю сковороду. Не видно. Я когда жарю рыбу, накрываю крышкой. Чтобы она вся пропотела. Как говорится, проварилась там под ней. Чтобы не была сырая. Готово рыба моя. Прошел дождь и пошли грибы. Только что вышла в себя в проулке. Срезала вот такой шампиньон. Скорее всего, он червивый. Сейчас посмотрим. Да. Побит червями. Так что напрасно его сорвала. Червивый. А пахнет хорошо шампиньонами. Внимательно посмотрела. Ток в середке был черви. И ток чуть-чуть. Я сейчас вот обжарю и сварю с ним суп. Хороший гриб. Жалко выкидывать. Нигде ничего не побито червями. Все нормально. На суп вполне достаточно. Так что хороший грибочек. Жалко выкидывать. Жалко. Шампиньон. Все нормальные. Сейчас я его порежу меленько и обжарю. Хороший грибок. Как у нас говорится, не дадим говну пропасть. Помыла, порезала. Сейчас буду его на сковородку кидать. Пусть он там потомится. И сварим суп грибной. Суп мой почти готов. Осталось бы добавить еще небольшую изюминку. Кубик. Галина Бланка. Это не реклама. Просто у меня лежал грибной бульончик. Вот такой вот кубик. И я брошу сюда суп. Сварила я лапшу. Грибочки. Морковочка. Ручок. И сейчас сверху еще зеленушка. Укропчик посыплю. Вот такой супец. Укропчик. Укропчик у меня замороженный. Посыпем для аромата. Сейчас прокипит и я выключу. Обед готов. Сварила суп. Нажарила карасей. Что еще надо для счастья? Да ничего. Все нормально. Слава Богу. Вот как-то так прошло мое сегодняшнее утро. С такими вот делами. Приготовила обед. Нажарила рыбы. Занималась карасями. Суп сварила. Шампиньон нашла. Вот такое было утро. Спасибо всем. Мне с вами было хорошо. А вам со мной? Вам судить. Всех благодарю. Если кто не подписался, прошу подпишитесь. У меня же время обед. Сейчас будем обедать. Так что всем приятного аппетита. Кто кушает или готовит. для своих близких. Всех благодарю. Гостей прошу подписывайтесь на мой канал. Мне осталось немножко до тысячи. Никак не доберусь. Нужна ваша помощь, поддержка. Всем спасибо большое еще разочек. С вами была я, Валюша. Всем пока.